Спасибо. Так, следующий вопрос, который необходимо нам решить, это назначить на должность уполномоченного по правам ребенка в Республике Хакасии. Лариса Борисовна Карпова выступает докладом. Спасибо. Ну, три минуты. Уж во сколько уложимся. Уважаемые коллеги, 1 февраля 2017 года президиумом Верховного Совета Республики Хакасия было принято постановление об объявлении в средствах массовой информации о проведении конкурса на замещение должности уполномоченного по правам ребенка в Республике Хакасия, в соответствии с контором информация о конкурсе была опубликована в газете Хакасия от 3 февраля 2017 года. Напомню, что согласно условиям проведения конкурса и в соответствии с республиканским законом об уполномоченном по правам ребенка в Республике Хакасия предложение о кандидатурах на должность уполномоченного по правам ребенка в Республике Хакасия могли внести в Верховный Совет Республики Хакасия, глава Республики Хакасия, председатель правительства Республики Хакасия, депутатские фракции Верховного Совета Республики Хакасия и группа депутатов Верховного Совета Республики Хакасия, в составе не менее трех человек, а также Общественная Палата Республики Хакасия, в течение 30 дней со дня официального опубликования средств массовой информации объявления о конкурсе. До окончания срока внесения предложения о кандидатурах на должность уполномоченного по правам ребенка Верховный Совет Республики Хакасия поступили предложения от главы Республики Хакасия, председателя правительства Республики Хакасия, общественной палаты Республики Хакасия и группы депутатов Верховного Совета Республики Хакасия, Гомоновича Геннадия Григорьевича, Савченко Антона Юрьевича, Левицкого Валерия Анатольевича и Керри Валерия Артуровича. Так, кандидатура Ауль Ирины Евгеньевны, заместителя министра образования и науки Республики Хакасия, была выдвинута сразу двумя инициаторами. Это главой Республики Хакасия, председателем правительства Республики Хакасия и общественной палатой Республики Хакасия. Кандидатуру Романовской Галины Алексеевны, директора конституционно-правовой фирмы Эйфемида, выдвинули вышеперечисленные депутаты Верховного Совета Республики Хакасия. Комитетом Верховного Совета Республики Хакасия по культуре, образованию и науке была проведена проверка достоверности поступивших в Верховный Совет документом по этим кандидатам, были сделаны соответствующие запросы в правоохранительные и надзорные органы государственной власти. По результатам запросов комитетом было установлено, что информация или обстоятельства, препятствующие назначению указанных кандидатов на должность Уполномоченного по правам человека в Республике Хакасия, отсутствуют. Все кандидаты на должность Уполномоченного по правам ребенка приглашались на заседание комитета, который проводился 16 марта 2017 года. И комитетом было принято решение сформировать список кандидатов на должность Уполномоченного по правам ребенка и внести его на рассмотрение. Президиумы Верховного Совета для дальнейшего представления списка кандидатов на сессии Верховного Совета сегодня. Список кандидатов был рассмотрен 22 марта 2017 года и постановлением Президиума Верховного Совета Республики было решено внести на рассмотрение Верховного Совета Республики Хакасия следующий список кандидатов на должность Уполномоченного по правам ребенка в Республике Хакасия. Ауэль Ирина Евгеньевна, заместитель министра образования и науки Республики Хакасия, начальник отдела опеки, попечительства и защиты прав детей. И Романовская Галина Алексеевна, директор ООО «Консультационно-правовая фирма Фемида». Справочная информация о кандидатах и решении комитета присутствует у вас на руках, вы можете с ним ознакомиться. Напомню, что каждый кандидат на должность Уполномоченного по правам ребенка вправе выступить на сессии Верховного Совета с программой предстоящей деятельности. Все кандидаты на сессии присутствуют. Будем приглашать, да, на трибуну? Конечно. И, значит, для выступления на трибуну приглашается Ауэль Ирина Евгеньевна. Пожалуйста, Ирина Евгеньевна. У нас, если есть вопросы на всех, докладов не надо тут делать. Пожалуйста, пожалуйста. Уважаемый Владимир Николаевич. Коллеги, есть вопросы к кандидату? Или нет? Есть, Владимир Николаевич. Пожалуйста, давайте с этого начнем. У меня вопрос к вам. Вот в случае вашего избрания вы столкнетесь с ситуацией, где будете с вопросами ошибок, недоработок со стороны органов опеки и попечительства, управления соцзащиты. Как вы в этом случае будете решать эти вопросы? Вы знаете, в законе очень правильно об этом сказано, что руководствуемся федеральным, республиканским законодательством и голосом совести в интересах ребенка. Спасибо. Так, есть вопросы, коллеги? А я вот действительно, данные на кандидатов у вас есть анкетные, да? Есть, есть. Я все уточняю почему, потому что. Если нет, тогда ставится на голосование. Или что? Ну, хорошо, тогда присядьте, раз вопросов нет. Но зачем? Есть так. Мы просим Галину Алексеевну Романовскую пройти на трибуну и ответить на возможные вопросы. Я за вас буду голосовать, кстати. Пожалуйста. У нас все какие-то вот сюда шарахания. Добрый день, уважаемые депутаты. Вот я перед вами с сорокалетним стажем юридической работы. Если нет вопросов, докладов не надо делать тут. Нет, я не буду докладывать. Коллеги, есть вопросы или нет к кандидату? Если нет, спасибо, тогда все. А теперь, вот дальше, Лариса Борисовна, есть. Предлагайте процедуру голосования. Значит, уважаемые коллеги. Согласно статье 8 республиканского закона об уполномоченном по правам ребенка в республике Хакасия и статье 85 регламента Верховного Совета Республики Хакасия, уполномоченный по правам ребенка назначается на должность решением Верховного Совета, которое принимается большинством голосов от установленного общего числа депутатов Верховного Совета тайных голосований с использованием электронной системы и оформляется постановлением Верховного Совета, которое подлежит обязательному официальному опубликованию. Исходя из очереди поступления предложений по кандидатурам Верховного Совета на голосование выносится кандидатура Ауль Ирины Евгеньевны. Так, коллеги, ставится на голосование. Предлагается назначить на должность уполномоченного по правам ребенка в республике Хакасия Ирину Евгеньевну Ауль, заместитель министра ныне действующий. Прошу включить режим для голосования, тайного голосования. Прошу проголосовать. Да, или против. Да, за всех будем голосовать. 32, 7 и 3. Это для протокола, да. Решение принято. Следующее. Второго, да. Так, на голосование выносится кандидатура Романовской Галины Алексеевны. Пожалуйста, пожалуйста. Ставится на голосование кандидатура Романовской Галины Алексеевны, директора ООО «Фемида». Пожалуйста, прошу включить режим для голосования. Прошу проголосовать. Итак, уважаемые коллеги, на основании результатов тайного электронного голосования уполномоченным по правам ребенка в Республике Хакасии избрана Ауль Ирина Евгеньевна. Уполномоченный по правам ребенка считается вступившим в должности с момента принесения присяги. И, уважаемые коллеги.